ТАКСИ ПОЕХАЛИ Официантам и барменам сети ресторанов «Люкс Карт» предстоит пройти испытание в виде игры на время. Если вы выигрываете квест, ваше заведение освобождается от глобальной аттестации. Посуда для подачи горячих закусок. Мы ищем картины, вон картины. Какая команда победит и будет освобождена от экзамена? Смотрите далее в программе. Ммм, люкс Карт! На основе этого продукта готовится закуска «Николашка». «Николашка» – это холодная пикантная закуска, которую, как правило, употребляют с крепкими напитками. Ломтик лимона, полукругом посыпанный мелкомолотым кофе и сахарной пудрой. Считается, что название закуски происходит от имени любившего ее императора Николая Первого. В России, опять-таки, заметьте, водку закусывать в России, соответственно, это не ананас. Лимон. Лимоном закусывали. Николай, да, он же закусывал или закусил лимоном. Потому что нечем было закусывать. Давай, давай лимоном. Ну, стол 10. Пусть репестрируй. Следующее задание для команд – правильно засервировать стол к обеду. А трапеза намечается более чем изысканное. В меню. Украинский борщ. Дорадо в прованских травах. Яичница с беконом и овощами. Стейк миньон и шоколадный фондант. Сначала будем кушать горячую закуску, яичницу. Раскладываю в таком порядке, как будем начинать кушать. Потом идет нож для рыбного блюда. Закусочный, рыбный, столовый. Десерт, шоколадный фондант. Правильно ли это? Задумайтесь. Есть 10 секунд, подумайте. Ну, закусочный. Нет, все-таки они одинаковые. Конечно, одинаковые. Задание по сельвировке не для всех оказалось простым. Явные ошибки вызвали целый шквал эмоций. Как ты отсюда сюда складываешь? Ты же не знаешь, может, тебе порода вот так будет. Какая-то стоит обычно, или не стоит. Правильно? А, нет, держи. Волшебник из зона номер 7. Волшебник? Ты где? Что такое пир? Это большой званый обед или ужин с обильным угощением, обычно сопровождаемый различными увеселениями. Не случайно одноименное название носит главный выставочный проект в сегменте Hotel, ресторан, кейтеринг. Международную выставку пир в Москве по праву можно считать меккой рестораторов, шеф-поваров и всех тех, кто имеет непосредственное отношение к ресторанному бизнесу. На 16-й выставке пир более 850 компаний из России и зарубежья продемонстрировали новинки профессионального оборудования, продуктов питания и напитков, посуды и мебели. Неизменно большой популярностью пользуются мастер-классы от выдающихся шеф-поваров и кондитеров России и Европы. Закоренелый мясоед сгрызает и подошву, в которую превратился сырой кусок мяса в процессе неправильного приготовления. Но согласитесь, сколько удовольствия может доставить прожаренный, правильно прожаренный кусок. Правда, приготовление стейка – это целое искусство? Сегодня наш шеф и бренд-шеф уехали на международную выставку в Москву пир, а я в отсутствии расскажу вам о степенях прожарки мяса. В гостях у программы «100 градусов Цельсия» звездный гость – Алексей Никитин, финалист кулинарного проекта «ПКЛ на кухня 3». Сейчас у нас происходит проработка меню на Аргентина гриль. Для правильного приготовления, чтобы получился у нас вкусный, хороший стейк, мы должны использовать мясо специальной породы бычков. Именно мясо особой породы бычков – Абердин ангус – будет представлено в ресторане Аргентина гриль. И все это собственные фермы, свое домашнее. Существует 7 степеней прожарки мяса. Это Blue, Re, Medium Re, Medium, Medium Well, Well Done и Too Well Done. Самые популярные, конечно же, Medium и Medium Well. Они более понятны для наших гостей, и поэтому, соответственно, чаще всего заказывают. Сейчас я и мой коллега покажем вам самые популярные прожарки мяса Medium и Medium Well. Здравствуйте, ребята! Я вас поздравляю с тем, что вы, наконец-то, дошли до последнего испытания. И у меня к вам небольшая история. Послушайте, пожалуйста, внимательно. В городе Де живет семья Петровых, состоящая из мамы Светланы 31 года, папы Андрея 35 лет и дочери Марийки. На празднование ее восьмого дня рождения в ресторан «Х» собрались следующие гости. Младшая сестра Светланы со своим грудным сыном, бабушка Галина, 53 лет, и сосед Павел Петрович, который воспитывал Андрея, когда тот был еще совсем маленький. Итак, вопрос. В какой очередности вы подадите этим гостям меню? Мы подаем, в первую очередь, имениннице, которой исполнилось 8 лет. Потом женщине Галине, вот этой вот бабушке. Потом мы подаем маме восьмилетней девочке. Потом сестре младшей. Подаем соседу, который воспитывал Андрея. Павлу Петровичу. И Андрею. Для того, чтобы определить степень прожарки стейка, не обязательно нужен термометр или какие-то особые приспособления. Опытный повар может определить степень прожарки по внешнему виду. Перед тем, как начать жарить стейк, он обязательно должен достигнуть комнатной температуры порядка 20-25 градусов. Мы его смазываем оливковым маслом и посыпаем солью. Время приготовления будет буквально 2-3 минуты. После чего мы достанем мясо, оно отдохнет и разрежем, и увидим степень прожарки. Сейчас перевернули на вторую сторону и доготавливаем его. Общее правило выбора степени прожарки стейка гласит, чем жирнее кусок и чем выше степень его мраморности, тем более высокую степень прожарки вы можете выбрать без потери сочности мяса. Обжарили, достали. Сейчас он будет отдыхать порядка 5-7 минут, чтобы сок равномерно распределился по всему стейку, разошелся. Будет сочный и вкусный. Боже мой, как он пахнет. Итак, наш стейк с триплоен готов. Сейчас мы его разрежем и увидим нашу прожарку. Вот видно медиум, слегка с розовинкой, сочный, аппетитный стейк. Наш филе миньон готов. Это сочная вырезка. Видно, он внутри идет с трюфельной пастой. Видите, мясо серого цвета, сочное. У нас видно стрип прожарки медиум, розовое мясо внутри. И филе миньон, медиум вэл, светлое мясо, полностью прожаренное, сочное внутри. Уже совсем скоро откроется ресторан Аргентина Гриль, где вы сможете попробовать эти и многие другие виды стейков, разных степеней прожарки. Ждем вас, до скорой встречи! Пришло время огласить результаты. Третье место в нашей битве занял Элеон. С осуществом 21 минута 25 секунд. Второе место занял ресторан Терем. Со счетом 19 минут 50 секунд. Первое место занял Клуб Плазма. 18 минут. На самом деле 18 минут, как самый лучший результат, показатель, ну, мягко сказано, плохой. Я на самом деле в шоке, чисто. То, что мы с вами постоянно проговариваем, вызвало у вас большие знаки вопросов в глазах. Видимо, аттестация все-таки состоится у всего персонала. Тот результат, который вы показали, и те вопросы, которые у вас возникали во время выполнения ваших заданий, говорят о том, что мы все-таки будем ее писать, но она будет немного полегче. Всех остальных я поздравляю. Передавайте привет дома. Готовьтесь. Итак, наш лозунг. Учиться, учиться и еще раз учиться. Тестации в такой форме я столкнулся впервые. Интересно, но и было в первую очередь неожиданно. Вопросы были в принципе, как уже сказала Наталья Леонидовна, они были элементарные. Если в спокойной обстановке, наверное, бы я свободно на них ответил. Нам очень понравилось, на самом деле. Было весело, и мы опять встретились с старым коллективом, пересеклись с Плазмой, с Теремом, с Галактикой. Тестацию будем, конечно, писать, писать и писать. Сколько раз у нас уже были тренинги, и они проходят регулярно, и это хорошо. Повторение, мать учения. Вопросы были несложные, просто как-то, возможно, немножко врасплох нас застали. И растерялись, и сбивали друг друга, на самом деле, с толку. В работе мы не такие. В работе мы собраны. На улице 15 градусов тепла, а наша программа называется 100 градусов Цельсия. Продолжение следует...